Рассмотрим команды на панели слева. Сейчас у нас активна команда Sheets and Views, то есть листы и виды. И здесь мы можем переключаться между 2D-видами и листами и 3D-видами. Кроме этой команды, есть еще пять опций. Опция History позволяет открыть в просмотрщике любую из старых версий модели. Следующая опция – Levels – Уровни. С помощью нее мы можем подрезать модель по тому или иному уровню. И, наконец, три верхние опции. Это пометки, замечания и запросы на информацию. Рассмотрим пометки и замечания. Начнем с пометок. Пометки обычно удобно выставлять в режиме First Person. Я зайду в помещение и исследую модель. В этой модели мне может что-то не нравиться. Например, я вижу пересечение монолитного пояса и стены. В этой ситуации можно сформировать пометку. Для этого активирую соответствующую кнопку на панели снизу. Добавить пометку. Откроется специальная панель. Здесь мы можем выбрать опции рисования. Это готовые формы, облачка, полилинии, облака произвольной формы или измерения. Я выберу облако. Задам опции. Сразу укажу и размер шрифта. Кроме рисования готовыми формами, есть рисование от руки. Это полезно на сенсорных экранах. Например, на телефонах или на сенсорных мониторах. Кроме того, есть маркер подсветки, стрелки и подписи. Когда пометка готова, следует нажать кнопку Done и выйти из нее. Далее можно найти какую-нибудь еще проблему и создать еще одну пометку. Все пометки собраны в графе Markups, и мы можем переключаться между ними, активируя тот или иной вид. У каждого маркапа есть ряд опций. Во-первых, для него указывается пользователь, который его создал, время создания, версия файла и вид на этом файле. Также к маркапу можно присоединить дополнительные файлы и документы из системы BIM-360. И самое главное, указать статус. Private или Published. Статус Private означает, что пометку, кроме ее создателя, никто не будет видеть. То есть эта пометка как бы для себя. Статус Published означает, что пометку будут видеть все, кто имеет доступ к этому файлу. Пометку можно редактировать или удалить. Также из этого окна можно создавать и новые пометки. Но обычно это удобнее делать из центральной панели. Пометки обычно используются при рецензировании в режиме Review или для собственных отметок на проекте. Второй инструмент со схожим назначением и функционалом – замечание. В отличие от пометок, запускает целый рабочий процесс, который настраивается в зоне Project Admin. Давайте перейдем в эту зону и рассмотрим настройки замечаний. Замечания настраиваются в сервисах, в специальном подразделе. Самая главная настройка – это уровни доступа – Permissions. Для всех ролей указаны доступы по умолчанию. Но также можно назначить специальный доступ для того или иного пользователя. Или изменить доступ для роли. Я назначу специальный доступ. Выберу пользователя, добавлю его к списку и укажу уровень доступа. Если нажать на графу Learn More, то есть узнать больше, мы сможем подробно ознакомиться с уровнями доступа и что они означают. Базовый уровень доступа позволяет видеть только те замечания, которые назначены самому пользователю. То есть он является ответственным за их устранение. Второй уровень доступа – View All. Пользователь может видеть все замечания. Третий уровень доступа. Пользователь может создавать замечания, но не может видеть все замечания. Видит только те, которые ему назначены. View and Create – пользователь может создавать и видеть все замечания в проекте. И, наконец, полный контроль – пользователь может редактировать замечания и удалять их. Ну и помимо этого, соответственно, создавать их и видеть. Это админский уровень доступа. Вторая вкладка – типы замечаний. У каждого типа есть подтипы, и их можно добавлять свои. Также на тип замечания назначается набор статусов. Есть два набора – Basic и Field. Field – это расширенный набор статусов. Чтобы отредактировать какой-то тип, следует нажать на его строку. Его можно деактивировать, тогда он будет недоступен при создании замечаний. Набор статусов для стандартных типов изменить нельзя. Кроме того, к замечанию можно добавить атрибуты. Из списка существующих или создавая свой новый. В целом, атрибуты задаются на отдельной вкладке. Ну и, наконец, кроме редактирования типов замечаний, можно создавать свой новый собственный тип, назначая любой набор статусов. К слову, здесь мы можем видеть, какие статусы доступны в том или ином наборе. Для стройплощадки их больше. Базовый набор относится к замечаниям по проекту. И здесь всего пять основных статусов. Это такие статусы, как Draft, Open, Answered, Closed и Void. Драфт — это статус только для себя, когда замечания не видит никто, кроме его создателя. Open означает, что замечание открыто для всех. Answered — что на него получен ответ. Closed — что замечание закрыто. И Void — что оно не действительно. Но на стройплощадке добавляются дополнительные статусы. Работа завершена. Work completed. Готово для инспекции. Ready to inspect. Не принято. Not approved. И в обсуждении — in dispute. Таким образом, закрепляя набор статусов, мы позволяем выбирать только определенные из них для тех или иных типов замечаний. Следующая графа — root causes. Здесь мы устанавливаем как бы категорию проблемы, с которой связано замечание. Например, координация, проектирование, качество или безопасность. Также для каждой из стандартных категорий доступны подкатегории. И можно создавать свою новую категорию. Опций здесь немного. Категория либо активна, либо нет. Если она неактивна, то она не будет доступна в выборе при создании замечаний. И, наконец, атрибуты, которые назначаются на тот или иной тип. Атрибуты можно создавать новые, свои собственные. Для этого нужно указать имя атрибута, тип данных внутри него, и это либо текстовое поле, либо выпадающий список, либо длинный текст, либо численное значение. И описание атрибута. Ну, допустим, нам дополнительные атрибуты пока не нужны. Большинство из этих опций подстраиваются под реальное проектирование и под ту или иную специфическую необходимость. Для классических случаев существуют преднастроенные типы и категории. Вернемся в Document Management и снова откроем архитектурную модель. Сформируем замечание. Для этого перейдем в графу Issues и активируем команду Create Issue Создать замечание. После чего необходимо указать место в модели, с которым связано замечание. Там появится специальный знак. Далее следует заполнить карточку замечания. Вписать его название. Указать тип замечания, выбирая его из списка. Указать подтип. Назначить статус. При создании доступны только два статуса. Это Draft и Open. Draft для себя, Open для всех. То есть при назначении статуса Draft никто такое замечание видеть не будет, пока мы не переведем его в статус Open. Это доступно и после создания замечания. Важно назначить пользователей, которые будут отвечать за устранение замечания и дату устранения. Локация указывается из преднастроенной объемно-планировочной структуры проекта. В Location Details мы можем дополнительно уточнить локацию. В графе Owner указывается владелец замечания. Обычно это тот пользователь, который его создает. Категория замечания, как и тип замечания, указываются наиболее подходящие из списка. Также можно указать описание. И когда все заполнено, замечание создается. Карточку можно открыть и увидеть все заполненные опции. А также две дополнительные вкладки. Это присоединенные файлы, где можно добавить файлы из BIM 360 или со своего компьютера. Это могут быть, например, фотографии, сделанные на стройплощадке. Вторая вкладка. Activity. Это своего рода чат по замечанию. Пользователи, назначенные на замечание, могут писать здесь комментарии. И каждый комментарий будет дублироваться на почту. Точно так же, как и при создании замечания. Те пользователи, которым оно было назначено, получили письмо с уведомлением об этом замечании. Как только пользователь отвечает на то или иное замечание, он должен перевести его в статус Answered. Смена статуса сразу же будет продублирована письмом для создателя этого замечания. При этом пользователи, назначенные на замечание, не могут самостоятельно его закрыть или сделать недействительным. Они могут лишь указать статус Answered. После рассмотрения ответа, пользователь, который создавал замечание, должен либо закрыть его, либо вернуть статус Open, если ответ его не устраивает. При смене статуса меняется цвет замечания и его значок. Перевод статуса также обозначается в графе Activity. Внутри модели отображаются только те замечания, которые с ней связаны. Полный список замечаний, которые доступны вам как пользователю, можно просмотреть в Document Management. Если перейти со вкладки Folders на вкладку Issues, в нашем проекте пока что одно замечание, и здесь мы его видим, а также все его основные атрибуты, в том числе и файл, с которым связано это замечание. Отсюда же мы можем перейти к файлу или к карточке замечания. Из карточки можно сформировать PDF-файл. Также все замечания, которые доступны на этой странице, можно экспортировать в PDF или CSV-отчет. И с этой же страницы можно создавать новые замечания, не обязательно привязанные к какому-либо файлу. Если же говорить о файлах, то замечания можно создавать на любых файлах, которые открываются в BeamViewer.